В Актобе экс-сотрудников аэропорта обвинили в хищении 40 миллионов тенге. Их выделили на ремонт спецтехники воздушной гавани. Но суд установил, что средства похитили и потратили не по назначению. Бывшего исполняющего обязанности председателя правления АО Международный аэропорт Актобе приговорили к 8 годам лишения свободы и обязали вернуть деньги. Лейла Ауесова расскажет о нашумевшем деле. Как следует из материалов дела, для акционерного общества Международный аэропорт Актобе выделяли деньги на поставку запчастей для спецтехники воздушной гавани и услуги по ремонту. По версии следствия, из выделенных на эти цели средств 40 миллионов тенге похитил исполняющий обязанности председателя правления Ерлан Кусман. Помогали ему в этом начальник отдела закупок, аудитор авиационной безопасности, директор двух местных компаний, через которые по фиктивным документам обналичивались деньги. Судом номер два города Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении Кусман, Сарцекова, Жакасова, обвиняемых в расстрате веренного чужого имущества и Шакимовой в способничестве в присвоении или расстрате веренного чужого имущества. Суд учел в совершении тяжкого коррупционного преступления своими преступными действиями подсудимый Кусман, дискредитировал работу государственного органа и признав виновным в совершении уголовного правонарушения, назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Троим пособникам дали на год меньше, все четверо вину не признали. С подсудимых в солидарном порядке взыскано 40 миллионов 886 тысяч 660 тенге. Приговор в законную силу еще не вступил. Юристы в воздушной гавани также участвовали в судебном разбирательстве и рассказали, что вопросы по поводу проделанной работы у нового руководства появились по результатам независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2020 годы. В ходе данного аудита мы инициировали внутренние проверки, в ходе которых проверок мы подали заявление. Следователями департамента экономических расследований было возбуждено уголовное дело. Все факты, которые были инициированы в ходе проверки, все факты подтвердились, лица виновные понесли наказание. Сторона защиты намерена обжаловать. Приговоры считают, что Ерлан Кусман не виновен. При нем Актюбинский аэропорт стал прибыльным. Сотрудникам подняли зарплату, нашли средства на ремонт взлетно-посадочной полосы. Закупили перронный автобус, автотрап, топливозаправщик. На момент увольнения Ерлана Кусмана на счету акционерного общества оставалось полмиллиарда тенге. Между тем, в 2018 году на всю страну прогремел другой финансовый скандал в Актюбинском аэропорту. Тогда в кассе обнаружили крупную недостачу – 8 миллионов тенге. Следствие пришло к выводу, что к хищениям причастна старший билетный кассир. Но подозреваемая повесилась. После этого руководство аэропорта потребовало через суд, чтобы деньги вернули другие работники – кассиры и бухгалтеры. Однако суд решил, что они не должны возмещать этот ущерб.